Всем кусь, ребят, с вами Реоми, и добро пожаловать обратно в Айзеков. Репент, с прошлой серии, как вы помните, мы с вами открывали альтернативного Аполлеона. Собственно, благополучно его открыли, но пока что у нас хоть и будет забег за альтернативную версию, но по порядку будет не за него. Также скоро еще будет за Идена, возможно, у нас, но ближайший у нас Самсон. Самый поздний, с кого мы... Ну, да давнее всего мы его открыли, с тех, кто за кого не играли, в общем-то. Так что сегодня будет серия, посвященная ему. У него три сердечка, обычная скорость бега, пониженный дамаг. Какой-то, то ли, актив, который, я не знаю, что такое, берсерк. И Undyne Grange, написано это, типа, не умирающий или бессмертная ярость, или что-то вот. Что-то в таком духе, я так понимаю. Без понятия, что он делает, я себе открыл страничку на вики, на всех случаях. Что после, через несколько этажей, если я не пойму, что как он работает, то почитать. Если я, конечно же, не забуду. Хотел перед началом забега сказать спасибо и передать привет ТС Пепсу. Я не знаю, как правильно у них читается. За поддержку в 70 рублей донатом сердечком. Написалось снова, здравствуй, мой любимый ютубер Парагаликом. Мои прохождения в подвале кончились плачевно. И дух мой испарился в небеса. Но я увидел своего лучшего друга Гаппи. По этим словам можно понять, что я страдаю по закрытию обычного лоста. Как у тебя дела? Я буду ждать ответа. Во-первых, спасибо большое за поддержку. Дела у меня отличные, как видишь. Лост у меня, по-моему, закрыт. Но только то, что у нас было раньше закрыто. Я вот, кстати, не знаю сейчас, как у нас. У Годхед открывается за закрытие всего листа за лоста. Он у меня есть в игре. А сейчас он как открывается? Он у меня открыт, потому что я его раньше открыл? Или он открывается по-прежнему за прохождение старого листа? Просто сейчас у нас весь лист как бы добавляет еще к минимуму два места. Это мама и бист. Я вот не знаю, как это теперь считается. Может быть, если мы открыли это раньше, что оно у меня сохраняется? Я без понятия. Но так, лост интересный персонаж. Удачи мучайся, что я могу сказать. А мы пока что будем начинать за Самсона. Посмотрим, что он умеет, на что способен, что он делает вообще. А, он выглядит... Ага. Выглядит не так страшно, как там было на картинке. Но два с половиной терза, обычный дамаг. Не знаю, почему там он обычно был пониженный. Терза, я не могу понять. Он, по-моему, обычный, наверное, я не знаю, не уверен. Статы абсолютно обычные выглядят. Предметов у нас каких-то нету, кстати говоря, со старта тоже абсолютно непонятно. Либо он будет... О, тихо-тихо-тихо, мы краснеем. Мы постепенно... А, мы нанося урон, по-моему, судя по всему, злимся постепенно, да? Прошлый Самсон у нас обычная версия. Его бафало свой урон за получение урона, в общем. То есть так тоже бесилось, по сути. С этим... Без понятия, как у нас работать здесь будет. Может быть, он за нанесение урона бесится? Либо за киллы? При получении урона он мог бы... Эта ярость могла бы сбрасываться, теоретически. Сразу первичем в голову приходит такая классическая механика. Посмотрим, что будет, когда он... Блин, мы прям красный помидор уже. Он прям вообще... Так, но слезы у нас... Дамаг у нас остается тот же в статах, по крайней мере. Прямо реально красный... Ты, блин, что он здесь... Ни хрена себе! Нифига какая шняга! Он бафнулся скорость бега, и пока мы в этой форме, мы можем ее... Убиваем, мы себе обновляем таймер этот. Фига, как погнали на босса. Ааа, нет, 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 появляйся! Черт, 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 черт! Как не вовремя! Я хотел на босса пойти, но пока была заставка и всякое прочее, вот это у меня уже эффект слетел. То есть мы постепенно бесимся. То ли заносим урон, то ли за киллы, пока непонятно. Наверное, заносим урон все-таки, так было бы справедливее. Почему нет? Все, в два раза меня... В два раза кп отнялось, хотя меня ударили, по-моему, три раза, мне казалось. Что с ним делать теперь? На тебе вот так. Мы превращаемся в некую бешеную версию фаготанной, короче. У нас появляется такой... Ну, не кость, у нас появляется меч, но механика похожая. Мы также отталкиваем. У нас появляется скорость бега на кап выходит. Терза повышается, дамаг, по-моему, в два раза бафается в этот момент. То есть я от этого играю. Я бы хотел, особенно, собственно, играть еще дальше. Есть, достали. Так, ну, мы берем себе, в общем-то. Окей, вот такая вот у нас особенность у персонажа. Скорее всего, это вся его особенность, но при этом, возможно, что у нее есть какие-то косвенные какие-то еще эффекты, я не знаю. Что-нибудь в таком духе может быть вполне. Тихо. Пропустите меня в магазинчике. Я хочу посмотреть, как здесь ничего нет, потому что... А-а-а, золотой воропшен. Обидно. Улетает тартарары. Я бы против, был бы его купить. Может быть, у нас и были бы шансы его купить, кстати говоря, у нас есть бомбы. Но с двух бомб я из аппарата нужное количество денег все равно не достану. Можно чекнуть секрет, она либо здесь... А, нет, сверху ее нет. Шпастовый, зайдем, короче. Черное сердечко, окей, пускай будет. В смысле, будет забавно так включать режим ярости на босса в том числе. Правда, мне бы, знаете, что вот в это время? О, мы за получение урона тоже бесимся, да? Да как, блин, у меня бочка здесь, я не мог пройти к ним нормально. Как неудачно получилось. Я пытался рассчитание... Рассчитание, да. Расстояние рассчитать, но... Тяжко. О, господи. Что он делает? Просто нихрена себе, ребята, я держится имею. Скилл из клеточек перешел в Айзека, да? Блин, ну я очень красиво промансовал там. Сейчас я отхочу по глупому абсолютно. Естественно. Я это чувствовал уже. Так, мы не идем на альтернативный маршрут при использовании замораживших рогов в комнате на 4 секунды. Кстати говоря, это то, что нам частично подходит. Потому что нам нужно, чтобы что-то просто позволяло наносить урон. Чтоб я мог идти рашить. Я думаю, какую-нибудь там неуязвимость, например, да, в идеале. Но это, в принципе, выполняет схожую роль. Ух ты. Шанс при подборе... Получить бомбу при подборе монеты. Я не против. Чекунь крас. Здесь тоже взорвем. На две монетки выпасть. Так, и секрет у нас, скорее всего, там, где у нас в конце, собственно. Практически. Вниз этой комнаты, короче говоря, справа. Так, подождем. Судя по всему, за получение урона мы бафаем себе много ярости. За нанесение урона постепенно она растает тоже. Мне показалось, что вот так. Где суперсекретка? Я не знаю. Она могла быть сверху, справа от нас. Здесь. Не сам, подождите секрет, как не та, которую я искал. Ну, стоп, бомбочка. Этот ринк у нас обеспечит бомбами по самое не горю, на самом деле. 25% шанса. Раньше было не 50 случайно. Я не уверен. Но возможно, что раньше было 50. Но это справедливо было бы ослабление тогда, потому что 50% больше... Очень большой шанс уж, чтобы бомбы так на халяву получать. И мы получили еще и здесь. Так, я хочу пойти по альтернативным этажам. В принципе, я бы пошел. Слушайте, а погнали по ним? Правда. У меня есть сердечек дополнительно с белого сейчас получается. Очень хорошо, как отдельный предмет, по сути, как за боссы получили. У нас, кстати говоря, грязный этаж. Попался, который может там босса содержать, которого я еще ни разу не видел. У меня такое чувство, что я... Вот сейчас я его, может быть, найду, кстати говоря. Так, а тихо... Да-да-да, два раза, два раза, два раза. Вспомнил. В последний момент. Противный немножко этаж. Ну ладно. Мне писали, касаемо того, чтобы я походил, попробовал еще за альтернативных персонажей. Вдруг без денег. Бумфренд. Собирает монеты, дает за них предметы. Я не уверен, что я хочу его брать, если честно. Это не бамба, хотя я даже бамба... Я не знаю, слушайте, у меня, типа, я не фанат того, что... Он как бы окупает, вроде как, себя должен. Блин, как это было тупо. Я там так дожил красиво, тут заболтался. Голден Рейзер. Надо было его брать все-таки. Золотая дает мне пять монетов. А, плюс пять монеток. Забирать пять монет за плюс два. Один на два к урону. Трэш. Деньги тратить на то, чтобы получать бонус к урону. Ну я понимаю, что это можно реализовать, но для нас это сейчас вообще круга. Обидно, что просто пустую минус предмет получили. А так, вот что-то у нас было бы. Не благодарите меня за такую картинку. Сегодня вы увидите еще неоднократно ее. Так, ну давай стреляй. Неудобно здесь, конечно, рожаться, когда тебя вот так вот вытягивают налево. О, стоп, мы можем кидать ее так же, как у. Нифига себе, мы прямо. И бомбу взяли, отлично успел, сообразил. Мы можем ее кидать, как у, это самое, как у Фаготвена. Я что-то парень не подумал. Причем, по-моему, я вначале там кинул где-то. Но не придал этому значения. Единственное, что у тебя как бы таймер начинает тикать, и ты в панике можешь быстрее, быстрее, быстрее пытаться там хоть что-то сделать и из-за этого отплатить еще больше. Очень огорчает, что я сделку профукал. Я пошел, не знаю, по кому-то мангел или нет. Писали мне, что на Делириуму, ой, не на Делириуму, на Хаша и на Босс Раш, типа, за них что-то есть вместе это пройти. И то и другое то есть закрыть, да? Нет, конечно, не обязательно в пределах одного забега. То за альтернативных персонажей тоже что-то открывается, особенно какая-то механика. Не говорите мне, что именно, не намекайте. Мы это как-то посмотрим, но просто мне при первом прохождении из-за альтернативных персонажей это не очень комфортно смотреть, потому что я такой, типа, такой исследую персонажа, хочу узнать, что он делает, отвлекаюсь на это, допустим, да? Медленнее как-то играю дополнительно, да? И в принципе я по таймеру спешить не особо люблю, с комментированием в том числе. А мне тут надо в 30 минут уложиться, либо Маумегу найти где-то, умудриться. Как будто такое, не самое удобное для меня, скажем так, процесс. Опа. На тебе, просто, просто унич... Нет, не уничтожил, подожди. Подожди. Уйдите. Уйдите, нет, сделка. Тупой босс. Какой он засранец. Так, дай сердечко. Ааа, какой обидный тупой фейл был. Я зря взял предмет, теперь надо было сначала сюда зайти. Я зайду, ладно. О, это того стоило. Хотя бы здесь что-то хорошее такое прямо. Ну, у меня и бранный завод сюда, например, хороший. Но, блин, обидно со сделкой, такой правтык просто. Вроде быстро, хорошо с ним сразился. Он вообще непонятно двигается. Абсолютно. Так, здесь секретки быть не может. Она может быть, наверное, вот здесь. Либо внизу, либо вот здесь слева. Слева прямо напрашивается. Ну, давайте пока не будем спешить. Ну, по-любому она тут, короче. Так, а супер секретка... А у нее, кстати говоря, мест мало. О. Давайте это взорвем, тоже 5 монеток, может, получим. Не получили. Она может быть и вот здесь, снизу. Она может быть от... А, знаете, где она, скорее всего? Наверняка она вот в этой комнате, которая... Сюда вниз, чисто ниже от нее. Ну да, скорее всего. Нихрена себе! Я такой по приколу бочку взорвал. Думаю, только вдруг бочка что-то содержится. Она, во-первых, взорвалась линией какой-то. То есть это была особая бочка. И плюс еще и мне люк открыла. Внезапно. А я мог спокойно не получить этот предмет. Я даже не знаю, что это, кстати. О, господи, этот призрак, который здесь всегда находится зачастую. Это что у нас такое? Лакрифагия. Нет, знакомый предмет. Это старый вроде как. Слеза в полете замедляется. После остановки разрывается на маленькие слезы. Можно накормить слезу, стреляя в нее. Тогда она станет больше. Обожаю предметы, которые как-то уникально влияют на нашу... Да, это у нас было. Я помню эту штуку. Я просто... Это один из предметов, как, например, гемолакрия, который я встретил спустя уже, когда целый тонн времени на вторбирс поиграл. И этот предмет все равно не встречал раньше. Я такой, типа, эх... Что-то новенькое. И вот это тоже, типа, относительно новый для меня предмет, с которым я играл буквально там один-два раза за все время, наверное. Поэтому будет интересно, будет весело, я думаю. Посмотрим. Босс противный. Он меня еще и зажал. Я чуть-чуть не хотела мне его убить. Обидный фейл был. Так, шефа стоит. Сразу идем. О, неплохо. Это не всегда мед будет удобный, но я в целом думаю, что мне вот дальность повышать бы для него, наверное, будет хорошо. И скорость полета выстрела. А, так слезы... А, так слезы, если... А, черт меня побери. Не пугай меня так, пожалуйста. Своим эффектом. Блин, слушайте. У меня устойчивое есть ощущение, что у него скорость бега не 2-0. Хотя, типа... А, ты серьезно? Я могу поставить вот так бомбу, чтобы она освободила ее туда. Отлично, да, хотя бы выгодно. Такое ощущение было, что как будто мы двигаемся быстрее, чем 2-0 скорость бега. Но я не уверен, отображается как 2-0. Но ощущение, что мы прям вообще летаем. Может быть, я просто не забыл уже, как работает 2-0. Скорость бега, конечно. Ну, эти штучки, они, получается, видите, не взрываются, если они касаются врага чисто. То есть они должны сами в воздухе висеть. Но, в принципе, это слезы, которые мисают, они будут давать еще какой-то мне профит, получается. Стоп. Временная неизвенность над вас. Блин, это прикольная штука, но... Она не дает мне стрелять во время ее эффекта, да? Если, конечно, это не изменили. Плюс у меня уже есть. Мне нужно стрелять именно. Это, конечно, очень сильная активка, когда у тебя есть прожектайлы и всякое такое. Но я возьму что-то другое, потому что я не хочу себе в забеге 3 предмета на активке ушло, уйдет у нас, это будет не очень, типа. Давайте возьмем себе... О, палец, кстати. Хорошо, вообще не зря. То есть та штучка, у нее много использований, в том числе и... Эть, 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 ни хрена себе. В том числе не забываем про всякие автоматы и прочее. Это очень хорошая активка. Но я не хотел себе менять нашу активку. Все-таки она подходит для персонажа, для раскрытия его и всякое такое. Ай, блин, смелтер. Мне надо именно бульп поражать 5 раз. Причем не обязательно даже сжирать тринку, мне писали. Но смелтер мне не подойдет для этого. Он мне не откроет тот предмет, который открывается таким способом. Так, костер. Я думал пойти, на самом деле, вот сейчас не на Дивириум, а не на куда-то там. Хотя, может быть... А, нет, не пойдем туда, да. Не успею, да? Так, 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 так. Нет, закончился эффект. Черт. Блин, это опасный босс, кстати. Ай, попал. Ну, если так, сделаем. О-о-о-о. Тихо-тихо-тихо, что он делает? Все, окей. Ух, так, сделка открылась. Сделку, в принципе, я не против был бы поражать. Давайте возьмем себе HP. И за получение урона мы дьявольского спутника будем бафать, брать себе. Давайте, пускай будет. Может, он мне даст инкуба, я не знаю. Будет видно. Так, тут есть какая-то карта. Давайте карту себе возьмем. Нас бомб достаточно, в принципе. Черед. Может пригодиться. Где-нибудь, да, может спокойно. Так, как минимум, кстати говоря, он может пригодиться нам на белом костре. Вот здесь. Так, это можно все открыть спокойно. Теперь, ага, здесь, значит, не может быть секретки. Она может быть сверху, в принципе. Да, скорее всего здесь сверху будет. А, стоп, здесь я здесь бомбу не ставлю. Я там не смогу ее удержать нормально. Я-то оставлю бомбу здесь лучше. Да, секретка в этой стороне есть. И монетки. Две бомбы, соответственно. Нормально, меня вполне себе устраивает. Так, теперь погнали на альтернативный этаж. На зеркальный наш. А, и да, у нас не работает зато этот поток теперь. Заберем там предмет. Хотя тот босс опасен очень. Блин, он реально опасен для нас. Я могу не сли... Я могу слиться на нем. А забег хороший, не хотелось бы. Тихо-тихо-тихо. Хороший там падает так много. Мне в первую очередь нужен ключик. Босс не обязательно, но босс это до предмета. У меня есть черриот, у меня есть бомбы. Но черриот длится не очень долго, насколько я помню. Сколько он длится, кстати говоря? Мне так напишут? Нет? А, у меня карта... Описание карт, по-моему, отключено, да? Ладно, я не буду его обратно включать. У меня отключено, чтобы я не знал заранее, какая карта у меня находится там. Берем себе часть ключа. Так, тут я просто так отойду. Что комната не самая... Не самая безопасная для нас. Так, тут у нас будет просто висельник, да, и автомат. Белый костер. Тихо. Тоже не помню, что делать, какие мобы здесь у нас. О, я аморфуюсь даже в этой форме, соответственно. Окей. У меня закончился эффект уже. А, я не вынесу его так быстро, ведь, да? Как мне надо. Жесть. Есть, я убил его. У-у-у. Пронесло. Так, это часть мамочки. Синее сердце, один удачи, 0.5 высоты полет, слез, соседальность также, которую я запрашивал. В принципе, предмет как бы не из топовых каких-то, но я вполне себе доволен. Пусть еще часть этой мамочки, которая мне не то чтобы сильно нужна, но пускай он у меня будет тоже. Пускай он лучше будет, чем его не будет. С этим точно не поспоришь. Я даже свою активку не прожал. Кстати, касаемо фиолетовых костров и красных костров, например, мне сказали такую тему. А просто была у меня ситуация такая, где были костры таким, располагались так, как шипы бывают, между которыми можно пройти, типа. Типа тут костер, тут костер, тут костер и тут костер и по центру сундук был. И я не стал там идти, потому что я знаю, что между кострами можно так противиться, как между шипами, хотя это труднее делается для меня, потому что у них размер такой, что он как бы размер тот же, а визуально это выглядит иначе. Визуально это труднее мне прицелиться становится из-за этого. Давайте это взорвем, но не будем взорвать автомат. Опять меня так получили, хороший обмен. А, и кстати, карту давайте купим тогда. Хермит, может пригодиться иногда. Где-нибудь. Так, а супер секретка, что касаемо нее? Ее нет, случайно, вот здесь? Есть. О-о-о, ну давай, тащи. О-о-о, красно-белая пилюля гульб. Есть шанс. Надо делать долгий забег. Блин, надо делать долгий забег, да? Редиктед, ладно. И рейнджап, хорошо. Красно-белая пилюля. Все, если я ее нахожу везде, надо 4 штуки успеть купить. Правда, если я иду к мамочке, которая новая, да, у нас, которая видит нас, то у меня маршрут не такой долгий. Я могу не успеть набрать столько. Блин. Но я очень хочу именно на нее все-таки пойти. Не знаю. Касаемо этих костров, там был просто один фиолетовый костер, который как раз-таки... Или красный костер. Фиолетовый костер, фиолетовый, да. Который в меня стал бы стрелять, поэтому я туда не полез. Одна из причин, точнее. Вторая причина то, что когда находится сундук так в центре, он бывает у меня, типа, я к нему запрыгиваю, я могу так наискосок пройти, но мне удержаться труднее становится из-за сундука. Падло целое сердце. Неприятная комната такая, с темнотой этой. Вообще, ух, тихо. С этим мы пока повременим. А у меня еще карта неизвестная, охренеть. Я же забуду, что у меня там был. Тихо. Ну же, нет. Трудно использовать это грамотно, на самом деле. Успеть что-то за это время сделать полноценно. Так, есть два ключа, можно комнату открыть, давайте попробуем. Так вот, что костры, оказывается, у нас стреляют один раз за комнату вообще. Я не знаю, если перезарядится, как-то или нет, наверное, перезарядится. Но я не знал, что у нас костры реально стреляют, оказывается, один раз за комнату только. То есть, разок ты забайтил, и все, он больше по тебе не пальнет. Мне кажется, что все костры так работают, я вообще этого не знал. Никогда причем не знал. То есть, может, это раньше было, я не знаю, без понятия. Мне почему-то казалось, что, типа, я от одного костра долго-долго мансовал раньше. Даже у меня были такие воспоминания, но походу я что-то себе придумываю. То есть можно было забайсить его и потом спокойно уже туда залезть. Но я этого не знал, и плюс еще там, собственно, сундук был в центре, который может просто... Ну, неудобно там с ним. Его берешь и можешь сразу наткнуться обратно на костер. Если полноценно не протолкаешь его дальше. Так, 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 аккуратненько. Пауки такие, которые просто нам отсекают карту на две части такие. Так что вот такое полезное знание. Я думаю, что это мне еще пригодится неоднократно. Жесть, как мы крошим, конечно. Смотрите, как мы люто бегаем, а? Это явно не 2.0 скорость бега. Не 2.0 скорость бега. Ну, такое ощущение, по крайней мере, у меня. Это не та пилюля. Спит-даун, черт, это вообще не так. Это давайте откроем. Нормально вполне. Господи, что за пилюля? Еще урон. У меня здоровье закончилось. Так, это нехорошо. Там, конечно, было синекрасное сердечко, которое мы могли бы взять. Нет, ну не смей мне сделку. Блин, господи, как меня пугает этот эффект внезапно, за которым я вообще не слежу. Жесть. Надо после этого этажа, наверное, или около того, прочитать, что же делает у нас еще самсон. Возможно, какой-то есть дополнительный эффект в этой ярости. Может, что-то там особое свойство или еще чего. Как это давать за время? Надеюсь, что нам эти камушки от себя не оставят никого всегда, да? Не оставили. С ней сердце берем. Думал, я там хермит поражать, чтобы выйти из комнаты. Выгодно. Одну бомбу на две поменять всегда с Тонгс, просто. Всегда смело делаем. Тихо. Аккуратно, пока они в камушках находятся, они не так агрессивно на меня бегают, блин. А вот как вылазят, то сразу только так рвутся. Так, 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 это что такое у нас? Стой, я в голову почесал, такой бомб, стучино взял в руки. Так, у меня предлагается дар судьбы, который стреляет с нашими слезами, что его персонажи, но у него терза очень редко. Я возьму себя рандомно помет, если мне, конечно, не позволит забрать несколько предметов. Ага, вот так, да? У меня на выбор был один левый или центральный, а этот на халяву. Берем. Экс-акс-бомб. Так, вот, кстати говоря, бомбу за... Ключ на бомб, поменять я с радостью. Чем бомбу на ключ наоборот. БФФ есть и здесь диплопи. Ох, ты ж нифига. Если в сделку входим, будет круто. Так, БФФ я хочу взять. Это нам и палец увеличит, да, да, да. А диплопи я бы хотел тоже. Да, конечно. Перед боссом надо, наверное, думать, да? Скорее всего, уже смотреть в ее сторону. Хотя можно было бы сразу взять и отвернуться просто сюда. Так, аккуратненько. Не жадничай слишком сильно. О, снова взбежись. Ну, таймера мне дико не хватает. Может быть, там с этажами мог бы таймер как-то возрастать, либо еще чего-что. Автомат крови. И дьявольский прошайка, блин, всего натолкали просто. Мне писали, что у того дьявольского наперсочника, кстати говоря, могут быть разные дьявольские предметы. Я, правда, не знаю, это имелось в виду, что за один раз он дьявольский разный дает. Или, типа, он вот, ему заспавнится такой предмет, и он будет давать только его в этот раз. Как у меня в прошлый раз, он три раза или четыре раза давал один и тот же предмет. А мог другой попасться просто изначально. Так, стоп, босс. На этом этаже, скорее всего, проведу некоторое время. Вот я просто на делириуму не... Ой, как я, на хашу не люблю ходить, потому что вроде хочется сходить, а с другой стороны мне надо куда-то спешить так жестко, и вот это все мне дико некомфортно, может быть. Постоянно обращать внимание на этот таймер. Но я на него все равно не успеваю, но сегодня у меня нет такой цели, в принципе, я думаю. Как-нибудь в другой раз, может быть, когда будем повторно уже играть за кого-то из альтернативных персонажей, может быть, тогда я на это больше обращу внимание. Так, босс в целом не особо трудный, но... Такой, который заставит некоторое время попотеть. Все-таки. Некоторое время на нем провести, точнее. О, хорош. Нифига большая слеза какая там получилась у нас. О, а чего? Господи. Я сначала не понял, что мы превратились в этого. Все, готов. Так, есть супер пластырь, два сердца души, одно здоровье, и... Я вот думаю, если у нас будет два супер пласт... А, стоп, супер пластырь. А есть обычный, да? Обычный подавал нам сердца с некоторым шансом появлялись у нас. Так, это что, сделка, по-моему? Или нет? А, вон сделка, да. Так, диплопия у нас есть. Красная корона и бэйбик еще один. В принципе, можно взять и собрать конжойнды, кстати. Давайте. Собираем. Кстати, нам за двоих дадут, а за обоих или как? Посчитает. Да, за обоих посчитал. Два одинаковых, но тем не менее, конжойнды мы собрали. Отлично. Я очень доволен. Так, супер пластырь мы себе тогда берем, но, наверное, возьмем немножечко попозже. Хотя... Ну, давайте сразу возьмем. Чпоньк. И теперь, наверное, я буду дьявольском попрошайке донатить, хоть я хочу себе получить блатпэк, скорость бега, все такое. Было бы круто, он бы нас еще похилял бы. Мне писали, кстати, что дьявольский попрошайка, попрошайка, в которых сам монеток и так далее, что они именно за шесть там и с плюсом подношений дают предмет. Типа вот сейчас он может дать предмет. Дал предмет. Окей. Я просто думал, что у них как-то рандомно. Но зачастую в конце они, я замечал, что они там в конце зачастую перед уходом много требуют. Но я не знаю, что типа, что за один-два подношения они не могут себе дать предмет. Воу, за получение урона мы как раз таки. Да, можно до конца донатить, кстати. Не дает ни в какую пока что. Здесь попрошайки, по-моему, тоже можем скинуть. Просто я думал, что я из-за, допустим, два доната скидывал, и мне давали тоже так предмет порой. Но возможно, что я себе напридумывал это. Что все-таки они именно что? За большое количество подношений только могут дать. Именно предмет. Корона работает. Еще сердечко, окей, пригодится. Сердечки мы сюда сбагриваем. И здесь получаем монетки, и за монетки получаем бомбы. Хороший, в принципе. Хороший это самый. Генератор такой получается у нас. О, что это такое? Один к здоровью лечит на пять красных сердец. Бомба оставляет красную лужу. Если у игрока нет бомб, то можно поставить ценой в половину сердца. Ага, вон оно как. Красный нужен у нас домашний лечит пять красных сердец. То, что надо. Донатим дальше. Так, капельница. Я думаю, что капельница я немного попротлакаю. Вот так вот, да? Пугай меня так. Давайте до конца, короче. У нас здесь мы наберем на этаже еще. В принципе. Как-то там сердец. И плюс еще глазовую колу полутельницу нашу я, наверное, попрожимаю два раза. Больше не будем, чтобы у нас было прожектайл именно. Мы могли бы мидбоя собрать. Он бы бегал тогда и крошил бы все. Но я себе предпочту сейчас защиту. Мне кажется, мне моего дамага тоже вполне себе хватит. У меня было семь сердец даже. Нормально так. А, ну да, мне же повысили, так что на один. Так, надо вернуться в магазин, соответственно. Забрать наш предмет. Это раз. Во-вторых, еще где-то там что-то куда-то я еще хотел сходить, по-моему. Толь в шипасту ком на этом этаже я хотел сходить. Так, давайте это возьмем. Так, что за карта? С трендов. Так, сделаем. Такая нормальная красная лужица. Пойдем себе сердечко. И давайте сходим в шипастую комнату, наверное. А потом херметом телепортируемся в магазин обратно. Не потеряем половинку сердца на выходе, получается. И при этом еще и сэкономим себе банальное время. Секретку я искать не хочу, хотя могли спокойно идти. Так, это у нас первый этаж Майнс, да. Так что у нас именно на втором находится. Так, тут я был. Да, это все мы видели. Именно на втором у нас находится вторая часть ключа. Упс, а здесь я не был. Тихо, что не попал. Есть типа два варианта прохождения. Можно пройти кнопками, а можно пройти убийство мобов этих. Хорош. Да газ. Ну, кстати говоря, проклятие сняли. Теперь можно и секретку поискать, в принципе. Блин, а я суперсекретку нашел? Нифига себе я. Как я ее нашел вообще? Я хрен его знает. Я не помню уже. Просто я же сам удивлен. Так, дай предмет. Спасибо. Надо было просто попросить. Надо было перед первым сыноком попросить. Может, дало бы два. Само собой это. Не всерьез говорю. Так. Где суперсекрет? Ой, обычный секрет. Блин, места на самом деле очень много для спавна. Прям до хрена. И здесь, может быть, теоретически. Тут нету. И здесь, снизу. Тут могло бы быть. До конца все комнаты я не чекаю, конечно. Может быть, стоило бы. Ладно, если не будет, короче говоря, где-то недалеко отсюда, то налево-наверх, самое-самое, туда я не побегу уже. От секретки тут. О, кстати говоря, можно даже чат так чекнуть. О, отлично она была. Спитдауны. И пауэр пил. Поздновато. Мне бы спитап, блин, вот. Лабвек, жаль, не выпал там, однако. У нас есть еще 27 монеток. Могли бы поднать в этот аппарат, но я что-то не хочу его взрывать. Донатить туда, точнее. Не уверен, что он мне как-то себя особо окупит. У меня там были еще сердца, могли бы вернуться за ними. Но я думаю, что мы и так, в принципе, справимся. Справимся и будет все нормально. Так, тогда сейчас переходим на следующий этаж. И, наверное, я открываю тогда Вики. И мы почитаем про этого персонажа, что он еще может уметь делать. Что в этой форме у него особенного, что уникального, что не пропустить этого, в общем-то. Так что как-то так. Так, в общем-то, я автопереводчиком у меня включился. Чтобы было понятнее все и быстрее. Почитал я немного. В целом, вроде как мы поняли весь принцип его особенностей. Только написано, что он получает 0,40 скорости. На 75 слез и 3 к урону. То есть не 2x урона, а просто плюс 3. Фиксировано число, а то я там не заметил один момент. 0,4 скорости. Мне кажется, что он до 2,0 чистый и бафл себе и все. Не знаю. Это англоязычная Вики, если что, изначально. Но написано так. А у нас была скорость 2,0. Причем прям мы летали вообще дичайше. Ну и собственно костяная дубинка работает как у Фагота. Она в 3 раза больше урона сблизи и 1,5 раза при имитательных атаках, как сказано у нас. Состояние берсерка длится 5 секунд при запуске. Отображается у нас. И также у нас типа самсон написано, что набирает скорость всякий раз, когда убивает врага в этом состоянии с шагом 0,40. Типа он еще бафается и скорость бега. То есть он 0,40 дается. 0,40 за каждую, за каждый кип в этой форме. Не знаю. И что-то мне казалось, что там изначально 2,0 и все. Может я просто не так заметил. Также написано, что если он в этом... Он за одну, на одну секунду, во-первых, продлевает себе время действия за киллы. И если он в этом состоянии умрет, бессердец окажется точнее, то он не умрет, а собственно вздохнет только если вернется в обычную форму. То есть у нас есть некоторое время, чтобы восстановиться. И мы можем в принципе так прорашить. Дичайше напоминает механику курицы из нуклеертрона, которая при смерти, тоже там голова отваливается, на нее есть некоторое время еще побегать. А мутация позволяет ей повышать это время. Но тебе надо успеть восстановиться. Правда, мне кажется, в Айзеке это будет далеко не так актуально. Тебе будет намного сложнее так выжить. Хотя тот же Ямхарт, например, можно было бы так использовать, кстати говоря. То есть там получил урон, почти леснулся уже, почти вернулся в обычную форму, хернул себя на хп и остался жив. Хотя это надо сделать так, чтобы оно заряжалось еще быстро. Открываем предметы, говорится, я про них не читал, соответственно. Ну и сказано про его стратегию предмета, что он как милишный персонаж во многом получается пока, а когда активирует Берсерк наш, надо, соответственно, им играть. Сильно агрессивного стиля игры. Не совсем мое, на самом деле. Точнее, с одной стороны мое, с другой стороны не мое для записи. Потому что я все-таки отвлекаюсь на всякое многое, комментирую и так далее. Он себе, конечно, сильно бафает уроны прочее, но тебе надо в миле держаться. Получается, что он еще отражает слезы, кстати говоря, этим своим косточкой. Я что-то об этом не знал, как и фугод, но если есть такая особенность, то что-то как-то я не знаю, почему ты это никогда не задумывался, по-моему. Или просто запамятовал. То есть мы можем быстро подбегать к врагам, разносить их, отталкивать, зажимать, лупить, отбиваться. Но это все в ближнем бою. В дальнем бою ему будет неудобно кидать, долго очень заряжать кость. Это выходит. Дальность нам по полезности повышать, в том числе некоторые предметы на слезы будут не так эффективны, потому что у нас включается третий режим и всякое такое. Говорится здесь про предметы, которые работают после получения урона, и там гимпи, и все вот это вот прочее, короче говоря. Кельский крест, всякое такое. Фамильяр, кстати говоря, орбиталки, то есть нам могут помогать, потому что мы в мире как раз-таки практически идем. Я вот не знаю, если мы убиваем врагов, допустим, при помощи пальца, или при помощи орбиталки, нам это считается тоже за килл. Повышаем нам время действия на одну секунду, я вот не знаю. Здесь где-то про секунду говорилось. Вот, говорится. Но добавляется одна секунда каждый раз, когда ускорененный Самсон убивает врага. Не знаю, считается ли убийство орбиталкой, убийством нашим Самсоном. Но так, в целом я так основное почитал, прямо все я читать, соответственно, не стал уже. Какие-то там мелочи, факты всякие написаны. Ну и давайте надо возвращаться в игру. В общем-то. У нас какой? Фок, майндфут, блин. Я подумал, что я на основной этаж вернулся, я же удивился в такой смысле, где я... Что-то меня стагирил в один момент, и думаю, я что пропустил? Кот в мавзолей? Нет, я же еще даже не взял вторую часть ключа. Так, у нас только сейчас будет проход в мавзолей дальше. Так, в комнату с боссами мы, скорее всего, не попадаем. Ну, получается, чем больше у нас дамаг... Не, наверное, да, я не знаю. Чем больше дамаг, или чем чаще мы на Сумрон? Как у нас работает это, не всем понятно. Поп, учили режим. Побежали. Ну же. Эээ, заканчивается время. Ну, короче говоря, наша тактика такая, что мы включили режим и побежали тогда рашить. И награду с комнат подбираем желательно после того, как уже режим закончится. То есть во время режима мы награду не собираем. По большому счету, примерно все так. Ну, достаточно очевидны такие моменты, на самом деле. Упс. Аккуратно, чуть не попался. Блин, мне нравятся эти слезы, которые все заполняют. Правда, ни хрена не видно, ничего не понятно, что происходит, но выглядит красиво. Так, у нас что, есть управляемая муха, которая у нас 3,5 контакта, но урон затих. Часть Вильзевула, но у меня других предметов Вильзевула сейчас нету. Я, наверное, возьму себя рандомно. Эта штука прикольная сама по себе, но я вряд ли сейчас ей буду пользоваться. Она неплохо дамажит, как бы так, но все-таки. Кельтикик, рост, кстати говоря. Да, симфон. Что-то там при получении урона, короче говоря, шанс наложен на себя благословение, по-моему. При 27 удаче шанс будет 100%, если не ошибаюсь. Так, открыли себе дверь, но пойдем туда, наверное, попозже. Тихо, пусти меня в центр. Отлично. О-о-о, поехали, поехали, поехали. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Ну, немного побили его, кстати, мне кажется, неплохо так. Так, я среагировал, зашел, быстренько успел. Так, и давайте используем нашу мамочку. Подходим вплотную. Ухти-ка, напугал, я снова превратился, кстати. И мы себе не открыли, к сожалению, сделку, но ладно. Давайте берем себе здоровечко, я думаю. Туда пойдем попозже, откроем дверь, то есть. О, мама мега. Блин, мама мега. Стоп. А у нас... А у нас босс-раж может появиться? На этом маршруте. Типа, если он появится, то где вообще? Потому что следующий этаж, по сути, да, у Мавзолей 1, это параллель с Некрополисом 2 именно. То есть этаж перед Вомбом. Но на Некрополисом, на Мавзолей 2, если мы попадаем. Если мы попадаем на Мавзолей 2, то там у нас будет переход к сердцу уже немножечко другой. Блин, я не знаю, слушайте, можем попасть мы как-то? Типа там переход. После ноги выглядит иначе будет. Не знаю, может быть, стоит с собой это взять, просто я не знаю, как именно мне попасть. Можно ли попасть в босс-раж? Может быть, мне стоит насчет этого почитать, кстати говоря. Так, кельтикий кросс-раб. Ну, можно и так. Допустим, хорошо, я не против. Может ли, стоит мне насчет этого тоже сейчас посчитать, поискать где-то информацию. На Вики надеяться, что в Маме Меги или на босс-раж оно написано. Либо про новые этажи. Можно ли попасть в босс-раж? Таким образом. Потому что я бы не отказался. Я бы и на хаше пошел, но и раз я пошел по этим маршруту, то как бы отказываться от него? Ну, что-то тоже такое. Согласитесь. Черриот. Черриот у нас заберут, когда мы войдем туда, поэтому нам нет смысла с собой его убрать прямо так уж. Давайте это откроем. Блин, а такой хороший шанс на хаше, на самом деле. Хотя, опять же, есть ли смысл на хаше? Слушайте, а может на хаше сходить, а? Может, хрен с ней с этой мамочкой? Можем пойти за другой персонажа на нее. В другой раз. Тогда зачем я сюда пошел? Если я хочу свернуть, стоп. Ух, меня здорово все не забрали даже. Временно. Потому что я вот реально думаю, сейчас хочу ли я. Может реально пойти на хаше и все. Свернуть сейчас тогда. Раз уж так планы изменились, то почему бы и нет? Раз уж мне игра дает такую возможность. Я просто, ну в принципе, с хашем давно дела не имел и хотел бы с ним уже тоже как-нибудь встретиться. Так, это что? Это сам фонфронт? Не надо мне такое перевернуть. Я думаю. Ну, она просто нам не нужна. Так, теперь главное случайно маму Мегу не поражать. Где-то по дороге. И все, да? Можно выходить, в принципе, отсюда. В мавзолей тогда я, соответственно, не иду. У меня нет смысла. Причем, если я пойду в первый мавзолей, а потом вернусь, то куда я попаду? Я по порядку должен попасть в вомб? А, нет, стоп. Если я в первом мавзолей иду, то я уже на обычный этаж не вернусь. Вот оно, да-да-да. Все, то я иду на обычный. При этом мы с этого этажа, но в мавзолей попасть уже не можем, получается. Мы могли попасть, может быть, туда с... Девс-1. Да. Вот так вот. У меня здоровье неизвестно, кстати. Да, просто я все пытаюсь этим... Не запутаться с тем, что у нас номер этажей как будет отличаться, если мы идем по параллельным. Потому что параллельные начинают со второго этажа. Но идут также с счетчика 1-2. А не со второго сразу. Ай-яй. Нет, ну где? Что за... Что за приколы? Просто игра дает мне мой режим, но при этом не дает мне тогда мобов сразу же. Вся эта девочка у нас полная, но синих середов, по-моему, у нас мало уже. Сюда зайдем. 5 бомб, бомб взрывается с случайным эффектом бомб. Весело. Посмотрим, что у нас будет. Это такой-то себе некий пирог, или как он там? И долларовая бумажка, знаете, которая у нас там есть. Трехдолларовая на слезы. Только этот эффект на бомбу примерно. Вот, два брелка можно таскать. Плюс брелок даст еще. Давайте возьмем. Чпонька. О, мамочку собрали. Это не особо полезная штука, конечно, ну ладно. Плохой переход, не надо. Так, на маму, в принципе, можно будет... Хоть сразу практически идти. Единственное, что я в шпастую комнату хотел бы зайти. О, посмотрите, какая... Какая немилота, да. Мне просто там не скинули, типа, мод на Нека. Этих самых всяких таких существ. Я решил только, давайте по приколу поставлю. Я в Рето забуду, и потом умирюсь. Да, у меня вот эти троллики каменные, они теперь вот такие вот с ушками. Так, джаджмент. А, ну да, денег-то. Стоп, а нету? Ой, ты блин. У меня нихрена нету. А здесь как у меня ключик? Где находится? А вот ключик можно раздобыть, в принципе, в таком месте. О, спасибо. Хорош. Еще один ключик дали за прайс-бомбу, судя по всему. Так, а тут у меня... Денежки. Можно, в принципе, ему подонатить немножко. У нас дальше магазина уже не будет. О, предмет сейчас даст, да? Да, предмет. Нет, не дал предмет. То есть, странно, рандом все-таки. Можете не дать предмет? Просто, судя по всему, предмет он может дать только за... Если у тебя много донатов. Если два доната на то, что дают, это будет не предмет. По крайней мере, я так понял то, что мне писали. О, стоп, тихо, раш. Бешеный просто с тройным ударом-то еще. Охренеть! Слушайте, вот как он играется. Вот как он должен играться изначально. Вот что такое Самсон, который альтернативный. Вот что он может выдавать. Но к этому надо, конечно, тоже привыкнуть. Так весь этаж практически можно зачищать. За подобный эффект. Но это надо вот реально как-то... И балансировать, чтобы ты слишком много урона не отхватывал. Потому что все-таки ты в мире сражаешься. Надо контролировать расстояние. Тебе надо спешить с одной стороны. А с другой стороны не подходить слишком близко. Плюс некоторые враги могут доставить проблему. Вот так вот, если... К ним бежать. Напролом. Потому что я примерно суть такую, знаете, понимаю. Но вряд ли я ее прямо полноценно реализую. Мне кажется. Так, давайте ему. Ух ты, ха-ха-ха, кто такой? Это же наш, да? То есть бомбы вылупилась за хрень. Нифига себе. Бомба с призраком каким-то. Так, дай предмет с бомбами. Понятно. Еще и в конце взорвался. Он, по всему, появляется из бомбы. Летит к врагам и должен взрываться потом как раз. Забавный эффект. Нифига он мне так мне насыпал тут. О, сердечко пригодится тоже. О, вот дерьмо. Еще бы еще больше бомб. Еще мощнее бомбы. Так, давайте сюда зайдем все-таки. Дай предмет. Я вовремя сказал. Нет, это не предмет. Упс. А, нормально. Я что-то сначала стригилил стыкать у тебя, что? Простите. Так, Seven Seals. Надо ли мне это? Спутник-всадник. Мне писали, что типа он теперь меньше шансов имеет нанести вред игроку. Давайте возьмем, допустим, тот, который огненный, да? Там могненные мухи. То ли там радиус уменьшит, то ли что-то такое. Ну, пускай. Книга Бериала мне, получается, не нужна. Хоть это часть книжного червя, но у меня из него, по-моему, ничего не собрано вообще. Можно просто ее подержать в руках, но... Ради этого я целое сердце тратить не готов. Учитывая, что букворум у меня все-таки не соберет. Сейчас я снижаюсь. Так, ничего не выпало. Секретку ищу. О, кстати, мы денег набрали, что вот он нужен, да? Ну, давай, тащи. Мне, соответственно, выгодно какой-нибудь там генератор ХП взять себе, да? Красное сердце, точнее, да? Там легкий отхил. И сердце набрать, в принципе, бин. Не то, что мне надо, откровенно говоря. Так, сверху может быть, в принципе. А здесь не может быть. Секрет еще. Значит, так, следующая точка внизу. А нет, внизу не может быть. Слева, а здесь тоже не может быть. Все точки мне прямо обламывают. Которые я предполагаю. Вот здесь можно справа. Еще-то сразу-то они чекают. Здесь оно и есть. Еще больше монеток, еще больше бомб. Можно с грибочек взрывать, когда они так втроем находятся хотя бы. О, белое сердце, нифига себе. Хороший дроп. А этот призрак исчезает, переходит в другом. Да, я так и думал, на самом деле. Так, сладненько. Телепортер мне этот не нужен, сломанный. Супер секретку можно почекать где-нибудь. Подыскать. Тут, например. О, Брим. Нашли. Еще белое сердце, спачка. Хорош. Максимальное хп сразу бафнули. Может быть, еще бафнем себе его. Так, на этом Маму Мегу забираем свой. Босс раш я не открою. Босс раш попасть в сцену, наверное, проще. Да и на хаше мне интереснее сходить. О, хаше я еще с выхода этого DLC до сих пор на нее не ходил ни разу. Красная мамочка. Поехали, давай, давай, давай. На тебе. У меня эффект быстро закончится, если говоря. Да, потому что я никого не убиваю здесь. О, у меня, кстати, Лил Брим появился. Пассивно. Так, я хочу пойти на полароид, по-моему. Да-да-да. Я туда не ходил, по-моему, толком. Не писали. Так, а, мы здесь были. Как-то странно сейчас так дергнулось все. Мне показалось. Мне писали, что я там на негатив очень много ходил, а на полароид как-то подзабивал. Так, все, двигаемся дальше. Ничего вроде как не забыли, так что поехали. Написали мне к самой прошлой серии еще, что у нас была там роба-муха, типа МБУ, о которой я там удивлялся. Мне писали, что типа это маленький процент от того, что умеет пси-муха. И она открыта изначально, я посмотрел. Я не знаю, как она будет работать. Самонаводящие слезы ваших спутников. Нифига прикольная штука, кстати говоря. Очень прикольная, на самом деле. Хорошая тренька попалась. Сильно бахнет мою свиту. Ох, самонаводящийся в Рим еще. Ай, кайф. Так вот, ну эту муху понерфит, типа она очень сильная. Но обидно, что я ее до сих пор ни разу не встретил. Я могу ее просто ни разу так и не увидеть. Ого. Ого. Какая комната прикольная. Давайте перезайдем. Сломаем все говно, которое здесь есть. Что такое хп ап и юфу протектед? Так, стоп, давайте подождем, пока все сломается. А то я сейчас на обратном пути обязательно рвусь. Все установится точнее. Полностью. Мне очень легко все это проломать при помощи пальцев в том числе. Хотя без пальца мы бы справились тут. Но прикольная комната с предметом на халяву, по большому счету, для нас. Ого, поехали. Дальше, 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 дальше. Нет, тупик. Я бы уже не успел тут бежать так. Куда-либо. Ай, надо было сначала здесь ключ. Может быть, сэкономить немножечко, ну ладно. И у меня, кстати, не ладно, у меня ключей нету почти. Сиротские носки. Позволяет ходить по шипам и лужам, не получая урона. 0,3 скорости, 2,8 сердца. Нифига себе. Прикольная штука. Я думаю, насчет того, что это взять надо после того, как я в шипа с таком-то зайду. Могли бы, конечно, не заходить в нее и оставить себе это все на потом, но я не буду. Ждать отсюда? А ты серьезно? Он просто сердец насыпает мне вовсю. Понятно. Все, теперь у меня не фулл хп. Так, он сердца именно сразу добавляет, не на пол кидает, окей. Так, а что касается клетки вот здесь, например? Тут, ну, может быть и не может быть. Тихо, не спешим, тишим сильно. А, стоп, мы по шипам можем ходить, хотя эти шипы, я не уверен, но они считаются, наверное, считают, должны. Один, удачи, хорошо. Мне нужны ключи для того, чтобы я ухаживаю, хоть что-то мог открыть. Оп, оп, отлично. Раз, два. Ай, этих-то я не добил, они там двухфазные у нас монстры. В общем-то, на пси муху, надеюсь, что она мне как-нибудь еще попадет, что мы на нее все-таки посмотрим, насколько она сильна. Что про нее там так, ну, так люто рассказывают. Но если не попадет, то тогда уж облом. Я ее себе так выдавать, наверное, не буду, иначе, ну, типа, какой смысл. А при этом я знать заранее не могу, когда, когда у нас изменят, когда следующий будет какой-то патч, что это в этом духе. Так, ну, или чего, где? Не звать надо отпускать клавиш, чтобы у меня все-таки Людм тоже стрелял. Я не знаю, насчет сундуков, стоит ли их открывать, потому что из них могут ключи не упасть обратно, а может набрать, накидаться целая пачка. А мне именно сейчас ключи нужны. О, кстати. Да, меня ошибается, не дамажится, хорошо, специально проверил сейчас. Powerpill. Так, ну давай мне. Ключи, пожалуйста. На все деньги просто. Ключи. А хоть что-нибудь. Опа. Сердечек. Нет, ладно, все, ключи все-таки. Давай ключи, пожалуйста. Ключ один есть. С 15 метра около того. Ай-яй-яй. Я могу, конечно, так вот рашить, и этим как раз-таки защищаться в то же время. Но не всегда так будет удачно получаться. То есть так. Вперед атаковать, слезы всякие отбивать и всякое такое. Но это не всегда так просто. Подождем. Касаемо Войда мне писали, кстати говоря, который у нас был в прошлый раз у Афпалеона, что это он действительно пробивал кап у нас, терзы, и что это было мне написать так же и раньше, оказывается. Я за него мало играл, поэтому я мог этого как раз-таки не знать, в общем-то. И то, что нам дают все-таки за один только предмет, когда мы поглощаем, как казалось бы, вы несколько, да, на выбор, мне дают только за один все-таки из них. А дальность атаки мне давали, оказывается, за то, что у меня... А вот и старый пластер, кстати говоря. Дальность атаки давали мне за то, что у меня была книга, которая использовалась в Войде на самонаводку. Она давала дальность еще. Хотя мне там и так давало, там мне давалось три стата, по-моему. Но мне сказали, что все-таки мы поглощаем один именно предмет. одно пустое сердце и шанс при получении урона создать красное сердце хорошая штука пригодится полет у это я беру и то и другое нахрен сначала полет причем а стоп мы же летаем да и косы давненько я их не видел очень давно а как они будут работать у нас они тоже будут ой ты кайф какой какая красота прям милота не атака странно защит когда я атаку персонажа косами какими-то убийствами взрывающимся и так далее называем милой да но да не удивляйтесь кстати говоря как раз я начал смотреть камушек крестиком идут краски он и был и тут есть идеальный камень шикарно просто не в открытка ни разу ребят нет а вы увидел крестик я знаю что далеко не все его там увидятся но на этих камушках тоже крестики бывают две монетки а кстати что попадаем да у нас прям дамага дофига давай есть успели сейчас пройдем всю эту комнату при помощи этого рейдж а нет не пройдем потому что пройдем почти успели там тему бы задержали нас конечно не важно но мне речь сейчас уже не особо нужен помните опять в нем были хуже так быстро возможно что когда вы дамажем по тикам все таки так так считается мы гораздо быстрее гораздо быстрее ярость набираем так здесь не может быть секретки она может быть здесь справа да нет не может быть чудом она может быть и сверху это нет о чёрт твою ж уху же за рандомные бомбы так она может здесь чего здесь еще быть да она здесь прямо напрашивать хотя здесь не было ли врага нет снег врага очень вовремя спасибо лаверс стран снара поинтереснее будет а супер секретка где у нас 22 золотых сундука так и хочется их открыть но мне надо как минимум пять ключей желательно в идеале они стоп не 5 они да даже там там золотые сундуки же еще есть у хаша нам в любом случае как бы пускать собой лучше потаскаем две золотые комнаты один магазин на котором я все деньги сейчас потрачу кстати я про я про это забыл немножко ай бомбы выпали и кашу наверное я маму мегу на следующем тоже сразу проживать буду чтобы я мог попасть все таки и в комнатами вау красиво в комнату дьявола потому что если я открою хаша сразу же получится так что очень сердце у себя получит так что теперь я войду в дьявол зайду то хорошо меня уже закроет спать надо использовать угол не протекать эту бомбочку в общем то и при этом использовать ее надо будет именно в комнате в которой который не разведана у нас будет босс и сияю сначала разведа упражну другую то она мне там уже не сработает поэтому учитываем такой аспект и касаемо бойда мне написали как я сказал что один предмет он жрал оказывал альтернативных этажах это что оказывается он еще и теперь может пожирать предметы из магазина но предмет из магазина пожирать из ты их покупаешь то есть конкретно я миска и кстати крестик вот он убить на правом нижнем углу на там камушке есть крестик такой наискосок типа берем взрываем получаем свой дроп на всякий случай это иногда объясняю за одно сердце принц может сюда взять я думаю не окупились бывает зато я себе ярость включил при получении урона она прямо быстро появляется у нас конечно да на 040 все-таки повышается наша скорость бега они до 20 не изначально показал судя по всему просто сразу убивал врагов поэтому она так бафалась больше или может я просто не замечал обращал внимание тогда когда она дебафается именно что он станет из двух она 222 есть потом понижается вот когда я подбираю предмет я могу сразу нажать будет и мне я его съем я вот не знаю он тогда зачтется что он у меня был как бы под подобран уже в этом забеге или нет что обычный пример который мы сожрали они могут по-прежнему дальше на подопад попасться а тут я не знаю как будет и при этом соответственно нам бонусы предмет дают уже когда как тогда когда они над головой когда они уже все персик забрал да насколько понимаю иначе было бы странно если мы могли получить бонус допустим даже в виде хп опада да такого там разового бонуса который у нас не отнимут обратно допустим может быть и мог при этом сажать предмет мы именно что покупаем предмет и можем пока он висит нас над головой сразу сожрать его так что такая вот особенность у нас таймер таймер успел конечно местами не хочется так жестко спешить на самом деле есть деревянную сумму кстати дай мне три гульпа ни одного так у меня что заберешь меня вопросик когда вам понятно лакап и в 3 так что касаемо секретки тут нет я не особо жалею бомбы конечно вообще бывает иногда я хочу оставлять бомбы а здесь не может быть даже бывает иногда мне хочется оставлять бомбы на нас прокате какой-то на кирсу за мейс понятно думаю откуда здесь топилюль появилась стой комнаты ой это я зря взял и случайно установила сердце хотя пять ключей мне принципе есть нормально и так пойдет а 6 ключик был хорошо это не зря бомба я бывает люблю оставлять на этаж с кашем потому что там я снова померцы открыл это ладно ну что там как как бы мало есть камней которые можно сломать и если на этаже заспавнится клюк то он будет именно в комнатах золотыми вот эти вот две золотые комнаты и в магазине там четыре места где камушки есть тоже там большой шанс найти получается люк но даже не знаю там ногу бомб для это требуется но когда они есть стоит это проверять все таки 50 дьявольский про шайк есть автомат крови я не уверен что я хочу это тратить то что у меня дальше идет хаш с которым у меня хоть типа с комнатным проблем нет а вот с хашем он могут быть мне еще и сблизи его атаковать наверно будет не тему кстати давайте то что взорвем наверное девушка порошайка блин шанс то что я выиграю что-то маленький все таки давай зайдем сюда пока что так сердечком разберемся у меня включился режим окей нормально а мы быстро уничтожили кстати вполне так дьявольская сделка открылась тут у меня есть гвоздь блин если бы она осталась открытой у меня было бы круто я бы гвоздь с в принципе может даже купил бы это а стопа он дает мне а он плюс половина черного сердца теперь а раньше дал целая синяя а сделка не осталось ладно так мы можем принципе два раза девушкам по порошаке по донатить давайте попробуем карту дал какую-то лаверс окей пригодится синий паук вот уж он не сильно помог бы в битве с боссом с хашем так еще давай я на разве сорву стоп кирский кросс сработал крест или пола нет не поворот но вот разума кидать конечно еще немножко ну же дай что-нибудь он планку а у меня сработал как его протекты он на пол сердца меня теперь мы дамажимся я забыл порядка после получения урона мы у нас защита появляется теперь у нас эффект вафли поэтому мы здесь можем принципе много получить да еще нет лаверса черное сердце покей ну дай ты мне предмет хоть покажи что у тебя там есть очень сердечко спасибо пластырь отрабатывает конечно отлично мне не факт что смогу восстановиться даже на самом деле целиком я не видел что не там было паук короче понятно огнилая кстати ревцесси ром целиком улетит мне да наш что за трэшовый дроп у тебя там полный хлам какой-то дает кельтский кросс работой правда у меня удачи мало ну да он вообще ничего не дает то есть три монеты сюда скинем обретивай получили отлично так ладно я тогда пойду-ка отсюда на самом деле наверное я пойду отсюда и будем искать секретка так и не нашел да не знаю где она может быть пересечение двух комнат еще заберем красные сердца которые у нас здесь остались тогда парочка стренд у нас будет на хаша ашу в принципе должны порвать наверное но так не сам не слишком просто я бы сказал а суперсигаретка где у нас может быть может тут здесь справа вполне кстати может так есть опаньки ну игра прямо благоволит игра так и говорит иди донать еще я иду и доначу еще так давай играем 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 по полной программе тут без разницы писали комментариях там регулярно возникает вопрос типа почему все знаете центральный потому что это здесь это рандомки хотят на персточник где надо типа усудить за ними на самом деле ты не уследишь и здесь именно рандомно работает поэтому тут без разницы куда кидаешься принципе тихо чё а сейчас за эффект стренд и чем не из туха они не тихо 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 еще фарс надо быть поаккуратнее так по сне сердце улетела эйс оф хардс мы в принципе могли бы где-то прожать да могли подпостаскивать сюда допустим пилюли слушать а может быть этим заняться типа притащить вот эту штуку притащить всякое ненужное используется из оф хардс чисто вот так в принципе я знать что я это сделаю а блин кстати здесь пилюль балалака показывается я даже не знаю стоит ли нам ее сжирать мне много что от удачи работает вот от удачи кирси кросс работает да просто может меня одно целое сердце лучше ай ладно давайте короче лака прожмем сколько сможем сдавать столько сможем не будем соревноваться и там еще полненько сердце куда тоже надо будет забрать кстати говоря у босса мы тут кстати вернее так уж и много сможем всего лишь три сердца при этом 1 у нас улетит цельная не веришься что точно идти сможем конечно ингид мэн понятно у нас еще две попытки в лучшем и в худшем случае черное сердце давай отдал наконец-то хорошо еще черное сердце тоже давай дает повсю ну давай тогда еще два раза может мне пластырь даст не дает ну все и я старался он мне даже ни разу не предложил предмет типу шанс выиграть что-то это задолбаться можно реально очень тяжко вытащить что-то что-то полезно у него он тогда так и так и выходим да так не не сюда открываем хаша да должен открыться до открывается хаш отлично хрена себе эффект у маму меги изменили окей ребят мы наконец-таки на хаше давненько на нем не было я понимаю что надо открыть закрыть и хаша и босс раш чтобы нам что-то открыть за альтенсивным персонажем мы сейчас не откроем получается это но тем не менее хотя бы на хаша просто принципе посмотреть я бы хотел ножницы есть о карандаш шикарно правда у меня и ножницы хороши так-то у меня аж активки то нет теперь превращать врага при касании в кашку или высушенный ребенок я кстати говоря высушенную взял бы лучше я касаться особо не хотел бы в идеале так это у нас что при на каждом этаже появляется мне просто комнату мне эту штуку так колода карта за случайную карту 2 the world очень полезно скидка за тебя пригодилась все таки однако ну давайте возьмем себе колоду карт короче я на прожму и тогда на боссе я хочу забрать все карандаш мне кажется что он будет интереснее для нас он всегда работает это хороший предмет очень хороший и данная dry baby все таки беру себя так камушков где-то я тут по моему хороших не вижу но может быть есть смысл просто обычный по взорвать в поисках вот сколько всего еще сердечко становились или кстати поиск глюка лакап но и сам так и сделал меня бомб достаточно много шанс на люк вполне себе реальную здесь кстати пилюля упс тихо не пугай меня так вот стили пилос мне сейчас опасненько слегка отлично не то бомб я столько могу не потратить успеть даже так ставим всеми отличая где у меня какая там бомба прямо плюсиком но надо на всякий случай отходить подальше конечно опа люк нашел я же говорю что здесь шанс люк найти большой какая генерация забавная шанс возродиться за вопросик 22 процента всего лишь шанс но я это беру в любом случае мне хуже от этого не будет если я помру то хотя бы какой-то шанс будет выжить если не помру то он просто не сработает какашка взрывается после уничтожения вот мне не надо так могли бы себе взять еще души по 100 комнату принципе на этаже давайте возьмем это тоже пускай будет давайте карту возьмем все потому что у меня от of clubs то что здесь есть батарейка если упала полезно карты был конечно обидно а так раз такая то открываем и поехали у меня же кстати да я забыл сказать у меня меня на как а сейчас пути какой вы посмотрите на эту лапу научно на 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 и он этот а это тоже на к х все мне нравится на хашики наш эффект он быстро набирается мы быстро включаем и начинаем лупить вот так вовсю еще и слезы вражеские отражаем тоже нормально работает вполне пути пусик какой я не знаю кому нужны вот он так и называется помни к хашель что-то такое то есть можно спокойно идти там на как принципе пишите в запросах по модам и там перед показываться моды разные на всякие там на к штучке не знаю я люблю тематику не занудничайте кто его там типа такой ты же мальчик какие некой так далее давайте без этого 21 веке везет на живем все так и давайте без таких глупостей мне это нравится на забавные мило даже так выглядит как будто так и должно быть по-моему блин отталкиваемся много не очень удобно конечно вот сейчас на тебе вовсе просто не зачем я закрепил так по полной когда даже стреляя обычными слезами меня сильно откидывает постоянно на тебе прим так как чуть-чуть прям практически на слезы натыкался и не за это мои или нет вообще хрен их поймет твой бомбанец в сторону кинул я хотел тебе золотая бомба отражаем его выстрелы короче ухти-ка джессика нихрена непонятно честь как куда вроде как-то пытаюсь даже что полно там во многом просто меня орбиталка спасает и всякое проще мы уничтожили дакаха шамбалит я изверг простые щади ада на хрена я это сделал но это было прикольно легко порвали его на самом деле но у нас в принципе забег такой не то что много урона как-то но предметы всякие на модификаторы хорошие так а сейчас вопрос а нет мы идем на полароид хоть мы не попадаем на мега стану но все таки я хотел посмотреть на полароид до поделили им тоже одно из того что надо открывать закрывать за альтернативных персонажей в одну из первых очередей возможно но тем менее ребята на полароид я там давно не был я хочу посмотреть именно на него и на кафедролом писает он тоже там типа а я а я здесь был ведь да я же здесь был я помню что есть встречал типа сразу же кит новая комната такой тип учета за лоба такие почему я почему я уже начинаю умирать сразу я же здесь был когда-то носилась был мало так что не против отследить еще давайте все открываем просто все быстро эффект ярости набираем себе хай прайст с 1 кстати можно первого на прожать на самом деле было бы курс ай тихо тихо ярость закончить прожмем первую сторону языка пойдем просто запинаем его и попал по мне все таки хотел побыстрее типа красиво так сделать судно спешил слишком сильно все таки ладно может не стоит так потому что все таки у меня победа пока не не то что вы в кармане она более-менее да но все же можно и обосраться еще один первых сири могли бы сразу пойти на босса должности чем даже тогда вообще полосе пустим кафедрол такой идет на кафедрол чтобы на этот собор и сундук что побольше не посмотрите и пропускает полностью да это было бы странно немножко я специальность защищающий по новой тихо отлично там был шипастый сундук ну кто же его заметил на сундуке маленький сундук а маленький звук хуже шипастый на типичный подстава языка опасным оба будет опасно заходить когда заходишь и сразу сразу стрелять начинаешь если так давайте замахали его защищается на себе то через эти большие каменные слабые даже плетить не могу слишком высокие еще картон за tower понятно о я так и хотел конечно это сделал про существование секреток на самом деле так что у нас тут хермет о отлично 8 сердца шипастая не знаю хочу ли заходить за целое сердце синее в принципе заодно зато даже не уверен ай давай зайдем короче вдруг чё-то будет крутое да мы знаете что могли бы сделать могли бы телепортироваться так-то и телепил съесть давайте можем из них логи спокойно ведь у меня империю еще а у меня империя стоп 1 я вытащил уже надо было стать перед и кому-то возможно хотя кто-то знал что мне то выбориться и плюс еще один монетка но чё-то снегу джокер кстати прикольно джокера можно это тоже поражать прямо чё такое так я помню видел этого врага когда-то но уже забыл что он делает понятно нет я не хочу это открывать джокера 5 черных красных сундуков точнее бомбы 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 075 дальности кстати и power пил power пил можно поражать здесь сразу выйти без урона а с собой забрать какую-то другую карту либо я активно больше не заявится у нас не успеет уже можете о дал очка подлично у меня ключи отличных ключи есть хангет мне не нужен забираем тогда хай прайс из которой нанесет просто урон какой-то бомбы все так секретку нашли а супер секретки пока что не видно было там какая-то карта в ней осталась карта а там по-моему по ум хермет что ли что такое так супер секретка могла быть вот здесь во первых одно из мест это было маловероятно скорее все таки около босса именно здесь может быть может быть они будут церемониться и искать сразу такие наиболее вероятные комнаты я везде потоку ухты же были нихрена себе бомбы да уж по ним визуально так не поймешь что они будучи сделать здесь взорвем тут взорвем нашли кайф так ладно погнали да сундук есть маленький шанс нам попадется get out of jail card или папин ключ тогда мы сможем попасть мега станет конечно же но явно это особо не рассчитывал четко пить выбиваю слеза скакет от пола интересно звучит как-то будет работать нашим слезами да это красиво так замедляющие слезы берем себе господи беллю холм точнее и двойной малыш севера мульти дименшинал тоже будет прикольно хорошо бафнулись temperance еще примет о голова крикета полтора x множители еще плюс к урон какой-то там бонус очень некисло тогда бы ни хрена себе это что это ты такое создаешь нифига я кстати написали что я вот этого всадника еще путаю регулярно который нас смерть и убийство у нас пять всадников есть каких-то по-моему здесь или сколько я не помню короче уже а давайте возьмем даже это тебе там есть один который сделать свои копии и слева направо и справа налево на лошадке такой летает но на бисте его нету я постоянно с ним путал оказывается я потом погуглил такой тип от мальчикового не тряси правда кто деф еще предмет дева шанс временно низим способ очень ровно превращать негативный привиль в положительные шанс удачи плюс 10 будет стопроцентно на неюзивость прям предметов о еще и вот эти охренеть весь экран нам сюда добавить раду что какие-то например как он называется континуум до который делать слезы которые через экран пролетают и уголек и у нас будет лагать дичайше все возможно душ слезы будет летать через все очень долго висеть и увеличится в размерах в итоге все заполонять ищите за добавить к этому охренеть вообще на язычах при этом когда мы становимся берсерком вы становись намного слабее теперь получается так я только карту здесь будет радио это был хай прайс здесь еще один тут музыка конечно громковатая такая нет еще лишь предмет набрали конечно это все из-за того что у нас есть хвост гапи который шанса 33 процента дроп из комнаты заменяет на сундук но и 30 шанс что он не сделать ничего либо сделает себе пусто за комнату но как бы он влияет на дроп таким образом у косы но повышает концентрацию сундуков в итоге сильно в итоге у нас тут очень очень много предметов мы набрали на тебе вот так запинали его можно конечно учиться это контролировать это отталкивание до того когда ты ударяешь его но тебе надо быть ух тихо-тихо-тихо-тихо-тихо суисайд кинг ни хрена себе по инерции не прожал не думал что сейчас такой подкинет ай жесть так это вживую еще уничтожили просто горячие слезы кстати еще мы справимся я вот у меня должны пойти блин тихо костер да нет стоп не туши их атакуй и все больше ударить мне не должен да получается правильно сказали что не знаю как проверить ну типа наверное если мы секунд десять так постоим у меня такой да блин я этого не знал я всегда страшился костров я всегда их не любил капец как оказывается можно было один раз подгадать тайминг и все на этом ну давайте уж давайте сначала все таки зачистим все комнаты ай жесть какая красота правда когда мы переключаемся на яростную версию то у нас становится не так красочно конечно ну вот это просто просто ай блин вот сейчас я ухтихо-тихо-тихо-тихо не берем но есть откроется не откроется двигать делили он тогда я возьму это и посмотрим как это будет работать ухтихо-тихо-тихо-тихо суицей у меня в руках пробегу на ворот у тебя правда заберу его понятное дело у нас есть шанс конечно выжить от него я вот не знаю если мы убьем просто с него малыша но не зайдем все не зайдем на выход нам зачитают его киев вроде как даже считаться считают могли принцессу из акинга поражать получается но я нам не буду все таки и у меня кончились ключи кстати говоря смог нельзя считать датчик не может быть секретка тогда нету напоследок чисто 9 ключей 23 шанс дал только один одну бомбу мне где-то так ставим нашли со второй быстро еще с ней сердце ну синий малыш себе просто до свидания ну запинаем мы его так конечно же и делили он нам не открылся поэтому мы будем сейчас выходить но то для начала посмотрим что будет есть я возьму к этому всему лазер еще он стреляет лазером на маленькую дистанцию и эти слезы у нас срабатывают во первых они зависают в воздухе от глазика и от наших это вот про странно назывался так синий предмет который мы нашли еще нифига себе как с лазером это забавно работаю с лазерство создает нам слезы в итоге ну на кончике лазера прикольно это даже не то чтобы хуже работать как просто иначе хотя все-таки хуже немножко эти не знаю они когда слезы разбиваются вот здесь мы так в одну точку постреляем они потом взрываются и вот тогда у нас все начинает заполнять вот так вот именно в этом сути тукаешь красивая кому получилось если кому-то интересно вот сид соответственно то мне бывает такое что не написали касаемо видео которое вышло в декабре 2019 года 19 карл когда сейчас июнь конец июля 1 июля уже нет 30 июля у меня сейчас у вас будет уже июль 2021 и мне пишут какой сид скинь сид скажи сид видео полутора годовалой с лишним данность там около того откуда мне его знать то вообще господи подумайте немножко своей головой если показывал серии из забеги в так открывал тогда там был сита а так аж не знаю в общем то такой получился забег за самсон открыл закрыл и принципе так нормально мне кажется посмотрели на персонажи не скажу что какая-то особенность такая прямо сильно все меняет но и с ней можно уникально тоже играть если ты просто начинаешь рашит но к этому надо приноровиться тоже немножечко мы его поюзали но не то чтобы очень много но сам по себе забег мне понравился получилось так контрастно со сменой пути и снега хаши в том числе прям хорошо и комбинация вышла красивая я доволен надеюсь что понравилось ребята это видео и вам если так то подписывайтесь на канал я буду рад стать контролируется на видео пишите мысль касаемо этого персонажа как он вам альтернативная версия она выгнать поинтереснее чем обычная все-таки сам эффект да но так она не нет они не так уникально ощущается как тот же фагота долбанутый который кидает мертвый груз вторую часть тебя в общем то ребят на этом на сегодня все вступайте скорости пообщаться я желаю всем хорошим стране такого же дня всем удачи до новых встреч всех вкус и всем пока пока